Материнки Капам являются достаточно редкими находками, как на нашем, так и на мировом рынке. Потому что ещё на зале компьютеризации фирма Капам перешла на производство принтероплоттерной продукции. И найти материнки этой фирмы сейчас достаточно сложно. Представляем вам вот такую 386-ю материнку. Плата называется B1B1721. И дальше какой-то архтиповый, я не знаю, что это такое. ВП1.83.081.01 Биос, Flow High подписан, V1.10.20 Так, батареечка достаточно чистая, ничего не окислено. Может посмотреть со всех сторон. Процессор 386DX20. С процессора пока нет. 16 штук слотов под 30-ножечную память. Почему очень долго пролежала плата. Сейчас небольшое ревизию строим. Для начала берем тряпочку со спиртом. Четверо протираем всё. Не жалея спирта. Не жалея спирта, но не отрывая деталей. Не жалея спирта. Сейчас вам покажу место, где батарейка у нас. Как видите, все достаточно чисто. Ну и я считаю, что просто необходимо после дорогого лежания проверить все съемные окросхемы на панельках. Вот есть специальный такой вот точенный нож, который очень легко снимать. Такими окросхемки. Снимаем, смотрим. Если есть какой-то окисл, там микросхемы нет ничего, все аккуратненько. Вторая клейка. Все равно можно протереть спиртом. Панелька тоже нормальная, чистенькая. Ставляем назад до щелчка. Вот так. Сейчас мы смеем, смотрите, на панельках. Вот тоже чистенько. Всё аккуратненько. Так, позову. Тоже, как видите, обе микросхемы аккуратно, чистенько. На плате места для верхнего и нижнего биоса подписаны. Вот вы видите, HIGH и LOLL. Аккуратно ставим назад, не погнув ножки. Если у вас нет желания снимать микросхемы, вы можете просто понадавливать на них. По крайней мере, чтобы они в ламинках своих сдвинлись чуть-чуть. Если они притисли, там какое-то окислы есть на контакте, то хотя бы на микро он сдвинется и контактик появится. Так, ну теперь снимем процессор. Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...